я понимаю что сейчас возможно мне понадобится скоро как-то не откинуться у меня походу кровь с носа пошла прикиньте короче говоря дело было так расклад такой мы сейчас наваливаем знаете куда за дрипкой если можно было матом ругаться я сейчас матом бы жестко выругался но на youtube к сожалению в первые минуты нельзя матом ругаться поэтому это просто жесть жесть за счет того что я объездил 8 крупных вейп-шопов в минске беларуси и ни в одном вейп-шопе не было дрипки у нас есть geekwave l200 бокс-модик на два аккумулятора мы уже затарились аккумы заряжены мы набрали под роликом с анархией 10000 лайков и соответственно мы обещали что мы снимем ролик где мы будем парить анархию карт на дрипке поэтому прямо сейчас мы нашли душную дрипку чувак продает сетап с аккумуляторами с зарядкой в пресса gen 220 и дрипку какую-то там за нашла намотана вот мне главное потому что у нас все вот уже время впритык все и нужно снять ролик потому что завтра он должен выйти поэтому едем на белом белом покрывали января на белом белом покрывали января до января тут кстати клип макса кража снимали банда подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка в описании в закрепленном комментарии там регулярные розыгрыши каждой две недели кто-то из подписчиков телеграм-канала выигрывает бесплатно пот а а а а и а 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 и а а а говне в каком-то сейчас нужно перемотать вату как можно за такого состояния доводить я не понимаю для пацаны научу эти как ее достать мужик мужик какой-то продавал горит не понравилось ему парить и в конце сказал ну на здоровье не желаю но приятного испорт лакшина короче тип ясенку ему не понравился он блять как долбоёб ее намотал прости мужик если ты сейчас смотришь это кстати комплект ген 220 ну правда он в таком вот убитом состоянии но мы найдем ему применение с аккумуляторами хер знает что за кумы с коробкой для него зарядка и дрипка обошелся во сколько 80 белорусских рублей короче где-то 2 2-2 500 российских рублей прикиньте так бы ушкой затарился но у нас сегодня гиквейп l200 берем жидкость анархию берем нашу дрипку и пойдем смотреть на цоя что может транк снимем тут красивые места это наш знаменитый минске в беларуси авто ежедевокзал можно тут навалить анархия хард смотрите мы сегодня вот прям вот как эти птицы туда с облаками и полетим если вдруг не знаете то анархия хард это оригинальная анархия оригинальная анархия найдет без каких-либо qr-кодов и тому подобное то есть вот в такой вот упаковке у вас идет оригинальная анархия хард это крайне крепкая жидкость это одна из самых крепких жидкостей вот она на уровне с подонками на уровне с самоубийцей хард то есть это анархия и так как мы набрали 10 тысяч лайков я вот так вот тут изъебнулся вот прям все жестко потел чтобы снять этот ролик целый день я занимался этим вопросом поэтому с вас обязательно лайк свежая намоточка все перемотал в спартанских условиях ну не перемотал как есть короче я понимаю что это говно вы сейчас комментариях напишите бля ты чё рукожоп говорите мне я мотать умею просто в домашних условиях ну и как бы это давно не делал но вата свежая анархия хард жидкость кстати новая смотрите первое вскрытие опа было но вкус это вафли с банановым кремом и кусочками клубники птицы с облаками на постоянке в особенности на дрипке я бы никогда в жизни бы не смог парить такую жидкость ну естественно смотрите я за рукожопил все вытекло нахрен такую жидкость я бы наверное смог бы попарить нормально на дрипке если бы я переболел к видом и не чувствовал вкуса то есть по ощущениям здесь реально там миллиграмм 70 это крайне крепкая жидкость очень крепкая но спор был спор как бы я жопу поставил я понимаю что сейчас возможно мне понадобится скоро эту скорая но думаю это центр города мы найдем мы найдем понимая что это бессмысленно абсолютно бессмысленно никому не рекомендую это повторять но я думаю мы хорошенько уже смочили я думаю там все дойдет вот так вот получилось новый только-только купил l200 гиквейп но я думаю вы понимаете что если вы прямо сейчас накидаете лайков то мы обязательно снимем краш-тест и обзор все обязательно будет закрываем прям с этой дрипкой будем сделать обзор включаем так диквейп все все красиво 50 ватт как-то блять яркость экрана сделать сожалению сто процентов видно там нет она не видно короче давайте потихонечку попробуем 024 ома ну давайте 80 ватт для начала для старта мне уже плохо а 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 мне повезло что здесь такая знаете намоточка не резко она она ощущение знаете какие у тебя начинает как будто бы мозги сразу же работать то есть когда ты не выспался была херня тем прям взбодрить как это не откинуться я думаю надо повысить до 100 ватт сотик а а а вот а а а а а а а а а ну а а а Ну, есть навал. Да, есть. Что, еще смочим? Ну, хорошо. Вы меня, сука, вообще не любите. Ну, мне не хочется этого делать. Чтобы вы понимали, мне одной затяжки хватило. И я напарился. О, кто-то с Москвы приехал. Кстати, напишите в комментариях, как у вас в России обстоят дела по поводу дрипок. Вот можно ли новую купить? Вот прям прийти в какой-нибудь первый купаж самогаз и купить себе новую дрипку. У нас в Минске, столица Беларуси, по сегодняшнему опыту это сделать нельзя. Что, давайте сделаем еще чуть-чуть побольше. 120 ватт. Я не знаю, короче, вам не видно, наверное, но поверите на слово. Не, все. Я больше не могу. Хочешь попробовать? Нет? Это пи***ц. Отвечаю. У меня в глазах потемнело. Слезы, видите? Видите? О, слеза. Это для тех, кто думает, что мы кого-то на***ваем. Не, все, в пи***ю. Вырубай, на***. Я вам так скажу. Дамы и господа, ощущения, это непередаваемое. Двух, даже не трех, а двух затяжек. То есть первое, знаете, ты делаешь затяжку, ты как бы еще нихуя не понимаешь. Когда ты делаешь вторую затяжку, ты понимаешь уже все. Ты улетаешь в космос, и тебе, в принципе, двух затяжек хватит на то, чтобы напариться. И в будущем не парить, не знаю, ближайшие, наверное, часа три точно. Ну вот я вам прям зуб даю, отвечаю. Я не спорю, что я в этом плане, типа, не особо силен. Парить что-то крепкое, на дрипках и тому подобное. Ну вот, я привык к подам. И мысль такая, что... Сейчас мода такая. Мода такая, что люди, ну, просто не покупают дрипки. Я этого не знал. Вот реально, я прям конкретно на сегодняшнем примере убедился. Обошел. Ну вот реально, чтобы не спиздить, магазинов 8 вейп-шопов. Самые крупные вот в Минске. Ну, Минск, столица Беларуси. Ну, не может быть такого, чтобы тут не было дрипок. То есть люди их просто не закупают, владельцы вейп-шопов. Потому что они нахрен никому не нужны. Чувак, вот этот вот, с которым мы встретились, он парил, парил. Говорит, не понравилось. Вот мне надо было еще спросить у него, типа, ну, не понравилось и что? Ты обратно на сигареты перейдешь или не будешь вообще парить? То есть какие-то такие мысли. Ну, по поводу анархии хард на дрипке, это, конечно, было очень жестко запоминающееся. И будьте аккуратны. Это реально прям крепкая жидкость. Именно анархия, которая оригинальная, она прям очень крепкая. Крайне крепкая. И парить на дрипке, это я еще парил, ну, типа, если бы я мотал изначально, я бы тут намотал просто вообще шедеврально. 0,1 Ом, меня бы унесло бы так, что я бы, наверное, не смог бы дойти просто навсего до машины. Вот такая жидкость, анархия хард, она подходит для маломощных подов. С вами был Артем Михайлович, вы были на канале ТПЛТВ. Надеюсь, этот ролик заслуживает вашего лайка. Мы погнали дальше по темкам. И, кстати, сейчас вот мы пойдем кушать, вот туда гулять, там часика два. Я принял решение, что я с собой кот не буду брать. Ничего не буду брать, потому что я уже напарился. Все, всем пока. Это так называемая сцена после титров. У меня еще почему-то разболелось жестко горло. Не думаю, что меня продуло. Не думаю, что это из-за кондиционера. Я думаю, что это все из анархии хард.